Здарова, ребятки! Сегодня вы узнаете о том, какие бывают фотокамеры, в чем у них разница, и какую вам лучше купить, и почему одна может стоить 3 миллиона рублей, как эта роскошная лейка, а другая всего лишь 30 тысяч, и в каких ситуациях разницы на фотографиях не будет никакой. Ставь лайк этому видосу и погнали! Здарова, ребятки! Меня зовут Владимир Белоусов, я профессиональный фотограф. Я фотографирую уже 15 лет знаменитостей, политиков, бизнесменов и крупной рекламной кампании. И сегодня я расскажу, как выбирать фотокамеру для начинающего фотографа, профессионального фотографа, и в чем вообще у них отличие, и какая логика при выборе хорошей камеры, чтобы она радовала вас, сделала красивые фотографии, и вы тоже были довольны. Камер существует огромное количество, они отличаются по разным характеристикам, есть много-много-много нюансов, но я придумал классную систему, которая поможет вам разобраться сразу же и понять вообще все о фотокамерах. Смотрите, существует всего два параметра. Первый параметр – это уровень гедонизма, а второй параметр – это уровень профессионализма. Зная эти два параметра, вы легко сможете себе выбрать камеру. Первый параметр – это уровень гедонизма, это удовольствие от использования камер. То есть камера создана не только чтобы фотографировать, но и чтобы радовать вас, понимаете, дорогие котятки. Из самой гедонистической камеры можно, знаете, какой бренд называть? Правильно, это камеры от фирмы Leica. Они просто пахнут, понимаете, удовольствием от жизни. Вы надеваете свою белую рубашечку пола, ездите на своей яхте и фотографируете на эту прекрасную черно-белую камеру практически за миллион рублей, вот, и получаете черно-белые красивые фотографии. Вот, то есть уровень гедонизма – это такая история, которая позволяет нам камеры разделить по этому принципу. Это очень удобно. То есть камеры есть, которые созданы для красоты. То есть это Leica, прежде всего. И вторая фирма – это, естественно, фирма Fuji, которая делает камеры более экономичные по стоимости, более-таки прагматичные, но тоже посвященные красоте. Поэтому они используют очень красивый ретро-дизайн, который так нравится многим фотографам. Но мне лично эти камеры не очень близки, и в конце ролика я расскажу вам, почему я, к примеру, этих красавчиков все-таки недолюбливаю. Вот. Ну, тебе, Тата, спасибо большое. И второй параметр – это профессионализм. То есть это то, насколько камера хорошо выполняет свою самую главную задачу, то есть фотографирует. И лично для меня, как для профессионального фотографа, естественно, это имеет самое большое значение. В плане профессиональных камер яркий пример – это, допустим, Canon R5. Это рабочая лошадка, профессиональная камера от Canon, которая имеет 50 мегапикселей, очень хорошую матрицу, быстро автофокус. Это великолепная рабочая камера, которая будет делать для вас хорошие снимки и радовать вас именно тем, как она устроена в работе. То есть как она, как рабочий инструмент, надежная и удобная. Если вы зададите вопрос, а какие характеристики вообще делают камеру профессиональной? Первое – это хват, то есть то, насколько удобно вам лично камеру держать в руках. Поэтому все профессиональные камеры, они имеют очень такой гладкий, закругленный, достаточно скучный дизайн. Не такой, конечно, красивый, как у Leica или как у Fujifilm, да, потому что в работе вам намного приятнее держать такой более скругленный, ну, мягкий аппарат. Ну, представляете, дрель, да, то есть уберете в руки перфоратор. Он сделан под вашу руку, такой вот не очень, может быть, красивый, но отлично дырки делает в стене. Понимаете, ваши соседи, как никто это знает. Вторую важную вещь для профессиональной камеры является надежность и ресурс камеры. Это кажется вроде как бы не сильно важной штукой, но когда вы профессиональный фотограф, вы за одну съемку можете сделать легко, допустим, 5000 фотографий. У меня такое бывает очень часто, потому что ты фотографируешь артиста, либо какую-то рекламную компанию, много людей, и ты просто снимаешь, снимаешь, снимаешь. И все эти фотографии ты создаешь изо дня в день, потому что ты же фотограф, и фотография – это твоя работа. И получается, 5 в день умножаешь, раз, два, три, у тебя там легко 200, 300, 500 тысяч фотографий набегает за короткое время. И именно поэтому у профессиональных камер стоит очень качественный, надежный затвор, который хорошо работает и не ломается. Естественно, более любительские камеры, недорогие камеры не выдержат такой нагрузки и быстрее сломаются. Ну, и они поэтому и стоят дешевле по цене. Ну вот, друзья, зная теперь, что камеры отличаются по уровню гедонизма и по уровню профессионализма, мы подходим к тому, как вообще их выбирать и какие у них есть характеристики. Первое отличие – это размер сенсора. Про это у меня есть отдельный ролик, там есть 15 важных вещей, которые должен знать фотограф, обязательно посмотрите. Сенсор собирает свет от объектива и создает изображение. Это главная часть любого фотоаппарата. Сенсоры бывают маленькие, как, допустим, в айфонах. Они там такие малышки, совсем небольшие. А бывают очень большие, как у таких среднеформатных камер. Стандартным сенсором является 35 мм, и такие камеры называются full frame, то есть это полный кадр. На самом-то деле, полный кадр – это самое лучшее сочетание всех характеристик, как и качество изображения, которое дает такой сенсор, так и объективов. Потому что для full frame камер существует очень большое количество хороших и классных объективов. Ярким примером отличной full frame камеры является Canon R8. Посмотрите на эту камеру, я вам очень советую посмотреть про нее отдельный выпуск. Это чудесная камера, самый лучший вариант у Canon для начинающего фотографа. Стоит она недорого, но при этом внутренние у нее характеристики, как у профессиональной камеры. То есть мы поняли, есть маленькие матрицы, как у телефонов, как у айфонов. Есть здоровые матрицы у средних форматных камер, очень дорогие. Это одна из причин, почему она стоит 3 миллиона. Есть full frame матрицы, который является золотым стандартом фотографии. А есть фотоаппараты, у которых матрицы называются crop. То есть crop – это отрезанная часть от full frame. Таких камер очень много, и они часто находятся в таком полупрофессиональном и профессиональном сегменте. Ярким примером является, допустим, Canon R50. Про него у меня есть тоже отдельный ролик. Это хорошая камера для начинающего фотографа. Маленькая, компактная, с crop-матрицей. А также есть Fuji X-T5. Это уже более профессиональная камера, которая значительно дороже, чем R50. Имеет crop-матрицы, но очень хорошие характеристики, которые могут соревноваться с профессиональной камерой. И, кстати, друзья, я делаю скидки на новую фототехнику с гарантией доставкой по всей России. Поэтому, если хотите купить себе новый объектив, новый фотоаппарат или что-нибудь классное, типа рюкзака, либо штатива, можете зайти в мой телеграм-канал. Там я в закрепе сделал всю инфу, как эту скидку получить. К разговору о матрице есть еще очень интересный фотоаппарат. Для тех, кто хочет большую матрицу, но маленький корпус – это RICO GR3. Это камера, которая имеет такой же сенсор, как у crop-камер 1.6, то есть, видите, большая камера, упакованная в этот маленький-маленький корпус. Причем, самое интересное, у этой камеры даже есть вход для внешней вспышки. Вы можете фотографировать репортаж или где-то там в путешествиях, надев большую какую-то мощную вспышку. Следующей отличительной особенностью камер является то, можно ли у нее поменять объектив. Потому что есть камеры, достаточно компактные и красивые, у которых нельзя снять объектив. Как вот этот FUJI X100, либо как этот маленький RICO GR3. Видите, у них несъемные объективы, но они очень компактные. А есть камеры, у которых вы можете снять объектив. Как этот недорогой Canon, видите, у него съемный объектив, вы можете поставить туда дорогой объектив. Это поможет вам делать фотографии очень высокого качества. Также отдельно стоит отметить камеры, у которых несъемный, но очень здоровый объектив. То есть, по большому счету, это два таких, знаете, лагеря. Обе камеры не имеют съемного объектива, но здесь встроенный маленький микромалыш. Либо купить себе вот этот вот здоровый Nikon и фотографировать супер удаленные объекты, сразу же имея очень универсальный такой встроенный зум. У него, кстати, 125-кратный зум. Но нужно понимать, что, конечно, качество изображения зума – это разные вещи. Поэтому не все так тут с ним просто. Следующее отличие – является ли камера зеркальной или беззеркальной? Смотрите, ребят, зеркальная камера устроена таким образом, что там стоит внутри зеркало. И когда вы смотрите видоискатель, вы видите через зеркало то, что видит ваш объектив. У беззеркальной камеры нету зеркала, и сразу же стоит матрица. И всю информацию увидите через экран. Когда у камеры нету зеркала, и она является беззеркальной, это дает очень большое преимущество для фокусировки. Потому что камера сразу видит изображение и может фокусироваться по глазам. Это очень классное преимущество. И сейчас большинство современных камер все больше и больше выпускается беззеркальными. Но при этом зеркальные камеры до сих пор имеют преимущество при съемке сложных спортивных событий, а также при работе в очень плохом освещении. Потому что когда камера не фокусируется по глазам, а вы просто выбираете точку фокусировки, у зеркальных камер это работает более надежно. Ну и последнее отличие, которое очень важно в нашем контентном веке, это возможность записывать видео. Это отдельная способность камер. И сейчас цифровые фотокамеры могут записывать видео в очень высоком качестве. Как, например, вот этот Canon R5 умеет снимать 8K видео в RAW формате. То есть раньше такие камеры стоили много миллионов долларов, и вообще это были огромные здоровые машины. А сейчас этот фотоаппарат может просто снимать видео невероятного качества. Ну что, друзья, мы обсудили два основных параметра. Это уровень гедонизма, который, конечно, является субъективным, потому что кому-то нравится дизайн, кому-то не нравится. И здесь мы не будем особо ничего рассуждать. И мы поговорили также о профессионализме. И четыре технических отличия всех камер. Это наличие съемного объектива, это размер матрицы, это возможности видеозаписи, это наличие зеркала. И теперь давайте разберем камеры и узнаем, какая камера лучше подойдет для начинающего или профессионального фотографа. Ну что, сейчас я покажу вам три примера камер разных категорий. Смотрите, друзья, первая категория – это самые простые любительские камеры. К ним относится вот этот вот Canon 2000D. В чем его особенность? Это не гедонистическая камера, естественно, сделана максимально просто, из пластика, но максимально профессионально возможная за ее небольшую стоимость. Ее конкурентом является Canon R50. У него уже более высокое качество фокусировки и лучшие технические характеристики. И, конечно же, отличное качество видеозаписи для такой компактной и недорогой камеры. Следующий пример камер – это X100 от Fuji. Смотрите, это отличная гедонистическая камера, у которой хорошее качество картинки, прекрасный встроенный объектив. Но, конечно же, он несъемный, вы не сможете на ней снимать все, что захотите, но она зато компактная и красивая. Но такая же гедонистическая и более профессиональная камера – это уже Fuji X-T5. Она имеет тоже очень красивый дизайн. Многим реально нравится дизайн Fuji. Но у нее уже идет и съемный объектив, и возможности хорошей фотосъемки и видеозаписи. Такая камера может, в принципе, уже конкурировать с более профессиональными камерами. И мы сейчас поговорим, конечно же, о самых профессиональных камерах, которые просто свет, мечта любого фотографа. То, на чем легко зарабатываются деньги, ну, по крайней мере, на чем комфортно зарабатываются деньги. И я вам, как проффотограф, хочу сказать, что в любом случае при выборе камеры всегда старайтесь купить камеру, которая хорошо будет решать ваши задачи. Потому что если вы не будете об этом думать, то вы купите что-то красивое, а потом подумаете, господи, зачем я купил эту красоту, если она не снимает нормально. Я работаю 15 лет, поэтому я их очень люблю, потому что они позволяют делать классные фотографии и получать радость от своей работы. Смотрите, друзья, самым ярким примером профессиональных камер является это прекрасная Sony A7 IV. Это пример хорошей профессиональной гибридной камеры. Она умеет как хорошо снимать видео и также хорошо делать фотографии. Но при этом Sony придерживается чуть более гидонистического дизайна по сравнению с Canon, поэтому видите, у него такой более симпатичный, такой вот интересный дизайн. Ну и, конечно, у Sony главным конкурентом является камеры от Canon. У Canon есть много хороших моделей, как в частности это Canon R5. Это самая профессиональная камера от Canon, такая оптимальная, классная рабочая лошадка, которая снимает видео, которая снимает фото просто божественно хорошо. 45 мегапикселей, просто пушка, бомба, самолет. При этом, при всем, конечно, видите, дизайн у нее чуть более простой, но обратите внимание, он чуть более профессиональный. И как это выражается? Да, конечно, Sony делает прекрасные гидонистические и при этом профессиональные камеры. Но лично я для себя выбираю Canon. И я делаю это не просто так, потому что у них есть некоторые отличия, которые позволяют работать легче в более сложных условиях. В чем это выражается? Прежде всего, у Sony более сложное меню, для меня лично. Второй важный момент – это наличие внешнего экрана. Видите, какая разница? У Canon есть дополнительный внешний экран, и когда ты работаешь, это позволяет работать, конечно, легче и проще. Третья разница – это качество внешнего главного экранчика. У Sony он немножечко проигрывает. И четвертый маленький нюанс – это стабилизатор изображения. У камер Sony стабилизация значительно уступает, чем стабилизация у камер Canon. А учитывая, что ты можешь поставить какой-то нестабилизированный объектив, который будет не иметь оптического стабилизатора, при съемке это будет очень заметно. И есть таких много разных маленьких нюансов, поэтому, если вас интересует подбор фототехники, и вы хотите точно купить хорошую камеру для своих каких-то задач, приходите ко мне на индивидуальную консультацию. Инфа в закрепе. А также, конечно, у Canon есть уникальные объективы, про них у меня есть ролик, как, допустим, 28-70. Это очень интересный объектив, который единственный в мире, имея диафрагму 2.0 на любых фокусных расстояниях. Все эти маленькие нюансы и позволяют выбирать камеру под задачу. Если вам важно фотографировать людей, вам нужен, допустим, какой-то особенный объектив, вам нужно обратить внимание, есть ли у этого бренда такая оптика, сколько она стоит, и посчитать все это вместе, потому что камера – это всего лишь часть системы, и большое значение, я бы сказал, решающее значение, имеет, конечно же, объектив. Но вам нужно понимать, что при этом при всем сейчас огромный выбор хороших камер. Вы можете купить себе камеру отличного качества под любой бюджет. Ярким примером таким является, к примеру, вот эта R8. Про нее у меня есть отдельный ролик. Эта камера, малышка, сочетает в себя суперпрофессиональные характеристики, отличное качество видеозаписи на уровне вот этой камеры. На самом-то деле, это будет странно, но она стоит в два раза дешевле, а технически видеозапись у нее даже лучше, потому что она снимает 60 кадров на всю матрицу без кропа. Ну и технически, по остальным характеристикам, это очень хороший вариант. Поэтому, если вы думаете, что хорошая камера обязательно стоит дорого, это не всегда так. Для тех ребят, кто захотят написать комментарий, что камеры очень дорогие, друзья, я вам скажу так, давайте мы вернемся в реальность и вспомним о том, что фототехника никогда не стоила дешево. Если вы считаете, что камера за 120 или 130 тысяч рублей это слишком дорого, попробуйте сами ее дома на кухне смастерить, и тогда вы, не знаю, поймете, сколько она стоит. Я думаю, что вы будете ее продавать раз в 5 дороже, если не в 10. Так что будем реалистами, давайте уважать труд других людей. Сделать фототехнику это очень сложно, это высокоточная, сложная история, понимаете? Поэтому стоимость фототехники не просто так высока. И оптика, и вся эта история очень дорогая, потому что производить ее дорого. Если ты согласен, ставь лайк. Так что, друзья, выбирая себе фотокамеру, вы, конечно же, выбираете ее прежде всего под ваши задачи, потому что фотография очень разная. Кто-то хочет камеру-малышку, и для него фотография это положить камеру в карман и сфотографировать своих друзей, не знаю, где-нибудь на прогулке, сделать какие-то внезапные кадры, да? Для каких-то людей очень важна, например, высокое качество изображения, большая матрица, и тогда человек может выбрать большую, среднеформатную, тяжелую камеру, которая стоит 3 миллиона и делает прекрасные фотографии. Но при этом достаточно тяжелая и не совсем удобная в каких-то ситуациях. А также есть люди, которые хотят получить максимум за минимальную стоимость. И выбирают себе, к примеру, R8 или R5, которая служит, верой и правдой, уже много лет прекрасным фотографам. Ну а те ребята, которые живут в Питере, ходят в пальто и пьют фильтр, конечно же, выберут для себя 4G-фильм, потому что для них красота, понимаете, их творческой душе важнее всего. И они будут снимать на такие камеры либо на такие камеры. И тоже, конечно же, могут отлично зарабатывать и делать красивые фотографии людям, и все клиенты будут довольны. Поэтому вы должны понимать, что камеру нужно выбирать под свои внутренние задачи. Либо компактную, либо некомпактную, либо дорогую, либо недорогую. Но самое главное, отвечающую вашим требованиям. Поэтому, ребятки, занимайтесь фотографией, больше фотографируйте, не думайте о технике. Если у вас нету дорогой камеры, фиг с ним. Снимайте на дешевую камеру. У меня вот есть отдельный ролик, где я фотографировал на самую дешевую камеру 1000 за 8, понимаете. И получились прекрасные фотографии. Да, конечно, я перематерился, но фотки получились прикольные, понимаете. Поэтому ничего страшного. Если у вас нет денег, снимайте на то, что есть, копите, зарабатывайте, покупайте себе хорошую камеру. Главное, понимаете, делать то, что вам нравится А я уверен, что фотографии вам нравятся Поэтому верьте в себя И больше пробуйте Потому что попытки это самая лучшая тактика Движения вперед Знаете, даже как-то странно говорить Конец ролика, держа камеру Fuji в руках Мне кажется, Canon обиделась Володя, ты что? Говоришь про фото, любовь и меня в руки не держишь Не держишь меня в руках В руки не держишь Что? Друзья, вы знаете, что? Финалочка такова Вот вы сейчас ролик посмотрели А самое главное, только сейчас вы знаете Что лучшие камеры на свете это Canon И я вот вам скажу честно Понимаете, почему? Потому что в моем телеграм-канале было голосование И все проголосовали за Canon Потому что Canon самый лучший Да, все эти ваши Sony Знаете, вот их вообще не было раньше А Fuji, почему я про них молчу? Ну потому что они симпатичные, кстати Они могут за красоту и можно простить Все, понимаете? Ладно Fuji, ладно Но вот Sony, знаете, это какой-то перебежчик Была, знаете, была Mi Note И Sony пришла, купила Mi Note И начала делать свои камеры Понимаете? Внезапно Вот И, друзья, у меня, кстати, ролик Вы сейчас смотрите, конечно Вам вообще супер лайк То, что вы все это смотрите В чебе-варианте Судя по всему, уже пропищало Там все Мы это хотели вырезать Но не вырезали Короче У Sony, конечно, офигенный динамический диапазон Они вообще интересные камеры И я скоро сделаю сравнение Если вам интересно Какую камеру Sony С каким Canon сравнить Напишите мне в комментах Я обязательно это сделаю Все Увидимся Пока Пока